Добрый день, уважаемые зрители канала Тактик Медиа. У нас в гостях сегодня Артём Чунихин, и мы с ним разговариваем о боях в излучине Дона. Привет, Артём! Всем привет! Привет! Так, давай начнём. Значит, мы рассматриваем бои в промежутке между 16 июля и сентябрём... Нет-нет-нет, и 31 июля. То есть это две недели боёв? Да, первые бои, как там всё складывалось, мы рассмотрим. Хорошо, давай. Так, ну, начнём с движения 4-й танковой армии ГОТА, когда они пошли от Воронежа через Багучар. Они двигались на юг. Лидировало у них, они шли две ноздря в ноздрю. На Морозовскую вышла 29-я моторизованная, через Тацинскую прошла Великая Германия. Уже 14-го числа, 14-го июля они заняли Морозовскую, 29-й, и тут они зависли из-за отсутствия топлива. 15-го числа они, хоть и захватили там склады с горючим, аэродром наш, с нашими самолётами, но им строжайшие из группы армии запретили пользоваться этим горючим, они изыскивали какие-то резервы. А почему изобретили? Не знаю, не знаю, как они планировали поход на Кавказ, но у них вот эти проблемы чётко прослеживаются. Так они же за горючим туда и пошли. Ну да, 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 надо было дойти. Вероятно, они потом перегруппировались для группы армии Б, выделили эту горючку. Но так или иначе, 15-го числа они оставались в Морозовской, в журнале боевых действий Сталинградского фронта, который там на днях был создан, отметили, что так расплывчато группа автоматчиков противника просачиваются на железодорогу в Сталинград лихая, нарушают движение, а там уже стоял передовой отряд с танками, с танковым батальоном 29-й моторизованный. Западнее через Таоцинскую шла Великая Германия. Там войска Южного фронта все шли, вот этот ужас отступления, все шли через Донг, переправам, там уже все было дезорганизовано, и это движение 4-й танковой отрезало войска армии Южного фронта от Дона, они пытались отрезать, там в итоге у них вот это окружение под Миллерова получилось. Но 15-го числа, 15-го июля 42-го года, 121-я танковая бригада Невжинского, такой командир бригады, она ехала на запад, проехала Морозовскую накануне, и поняв, что немцы уже находятся в тылу, она получила приказ войти в подчинение 62-й армии. Бригада разгрузилась с железнодорожного состава и стала двигаться на восток. И вот первые бои бригады, разведка 3 танка Т-34, они как раз вот с этой 29-й моторизованной, 15-го числа завязали бой в этой Морозовской, но все 3 танка потеряли, заявив там несколько противотанковых пушек, и до взвода пехоты они, мол, уничтожили. И бригада южнее, обходя Морозовскую, пошла навстречу 62-й армии, которая в это время выходила в излучину. Правильно ли я понимаю, что вот фактически войска Южного фронта были разгромлены, да, в этот момент? Да, да, да. Получается, что новую линию обороны строили на основе 62-й, 64-й и 51-й армии, по, так скажем, захватывая излучину Дона и дальше по Дону вниз по течению? Да, да, да. По восточному берегу вот они излучены по западному, а потом переходили на восточный, там до Ростова, там 51-я и другие армии северокавказского фронта, там они оборонялись, ну и пытались как-то, ну, оборонять Ростов. Таким образом, 15-го, 29-ка стоит, 29-я моторизованная стоит в Морозовской, они собирают остатки топлива и в ночь на 16-е передовой отряд начинают движение к Дону и, сделав 100 километров за день, они к вечеру 16-го числа выходят к станице Цемлянской. Там войска 51-й армии, в ней, она, ее правый фланг примыкал к Сталинградскому фронту, она подчинялась Северокавказскому, там была вот 138-я дивизия Людникова, 91-я стрелковая дивизия, 302-я туда выходила, они были в процессе только выхода занятия рубежей, но рубежи там тоже исчислялись десятками километров, никаких там приближенных к уставу там полос обороны для стрелковой дивизии, там и в помине не было, там 138-я Людникова, она там 40 километров или 50 занимала, 91-я тоже километров 30. Скажи мне, пожалуйста, а вот цель первой танковой вообще какая была, то есть присоединиться к группе армии А, которая на Кавказ идет? Да-да-да, не, первая танковая, ты имеешь в виду немецкая. Немецкая первая танковая армия, да. Ну да-да, у них цель была Кавказ, первая танковая там, четвертая танковая, опять же, Готта. И стрелковый батальон 91-й стрелковой дивизии под командованием полковника Макурчука, командир этой дивизии полковник Макурчук, при выходе танков немцев к Цемлянской, в общем, батальон бой не принял, и даже в ЖБД армии написано, что дрогнул и разбежался. Немцы выходят, занимают станицу на высоком берегу, там такой тоже небольшой излучин, на поворот Дона, занимают станицу, и небольшой отряд, там Гаупман Мутиус, по-моему, командир мотоциклетного батальона, это 29-й моторизованный, вот, небольшой отряд с ним во главе переходит мост, который чуть выше по течению от Цемлянска находился, переходит мост, там, значит, забитый брошенными повозками, ну, проехать по нему нельзя было, в общем, они перешли, небольшой отряд пехотный, заняли плацдармчик небольшой, и штабу Готта пришло сообщение, что доложили они, что мы форсировали Дон. Тут вот в группе армии такой разговор состоялся, значит, Герман Готт, весь такой, как говорится, на подрыве, сообщает в группу армии, так, мы форсировали Дон, давайте я сейчас или ударю на юг, там, в сторону Краснодара, или поверну на запад, обойдем Ростов, с запада, ему там, эй, спокойно, спокойно, давайте укрепляйте предмостное укрепление, делайте, то есть укрепляйте плацдарм. Значит, пока он там переговаривался, выручили от, можно сказать, начала катастрофы, если бы они захватили плацдарм, выручили Катюши. Туда подошел 19-й гвардейский минометный полк, и 7 установок дали, значит, по этому мосту и западную, залп, и западные моста. Потом еще дивизион 120-миллиметровых минометов, значит, доделал дело, мост загорелся, часть обрушился, и этот Гауптман со своими бойцами, значит, мотоциклистами, они перебежали обратно. Ну, стало ясно, что сходу не получится, и получили приказ, значит, дожидаться мостовых колонн, сапер, и готовиться к форсированию Дона. И наметили его на 21 июля 42-го года. В это же самое время авиаразведка 8-й воздушный докладывала в штаб Сталинградского фронта. Там в сводках, то есть, наше командование видело вот это движение, и я представляю, как они читали эти доклады, где длина колонн техники в этих сводках обозначена, как от станицы до станицы. Там 20 километров, вот они такое, сплошное движение грузовиков, там, танков. То есть, огромные колонны шли с севера на юг, вот от Багучара шли к Дону, к Цемлянской, Константиновской, догоняли. И, если говорить вот о 15-м число, первые бои под Морозовской, уже 16-го июля вышедшие на свои позиции стрелковые дивизии 62-й армии завязали бои, вышли передовые отряды. Это тоже было... Ну, их роль можно двояко рассматривать. С одной стороны, они ослабили оборону дивизий, потому что в передовой отряд ушли и танковые батальоны, и стрелковые полки, или несколько стрелковых батальонов, были отправлены от полосы обороны 62-й армии на запад. И на рубеже реки Чир, вот 16-го, 17-го, они сталкиваются вот с этой 29-й, ту же Морозовскую, уже 16-го, атакуют передовой отряд 147-й стрелковой дивизии Вольхена. 88-й гвардейский полк, 33-й гвардейской стрелковой, атакуют уже Чернышковскую станицу на Чиру, завязывают бои с немцами. Немцы в документах это определяют, как от арьергарды отходящие, оказывающие сопротивление, отходящие арьергарды советских войск. И в то же время, вот этот, и в излучине Дона, от станицы Клецкая и до станицы Суворовская, по западному берегу Дона, занимает оборону 62-я армия. У нее там какая была особенность, что плотнее дивизии встали вдоль железной дороги, Сталинград-Лихая, у Клецкой 192-я была растянута на 40 километров, а от Суровикина, от железной дороги на юг, встала 196-я стрелковая, и она заняла полосу обороны 62-й армии, ой, 64-й, извиняюсь. Она, армия, ей командовал в то время Чуйков, и он вместе с армией ехал из-под Тулы, а 62-я сформирована была в Сталинграде, и 192-я, 108-я, потом она, если справа налево, значит, дивизии встали, 192-я, 33-я гвардейская, 181-я, 147-я, и 196-я заняла полосу обороны. Командовал 62-й кто? Командовал, а, да, командовал 62-й Колпакчи, генерал Колпакчи. А Сталинградским фронтом? А Сталинградским фронтом сняли, значит, за вот этот Миллерово, Тимошенко сняли, стал командовать Гордов, такой генерал-майор Гордов. В общем, они стали расставлять эту 62-ю армию, на подходе была 64-я. Соответственно, к 21-му июля, переносимся опять к Цемлянской, к 21-му июля немцы начали форсировать Дон с целью занятия плацдармов и дальнейшего продвижения на Кавказ. У Цемлянской, значит, собралась 29-я моторизованная, они там провели отвлекающий маневр, то есть у станицы вывели на берег на высокие танки, начали пулеметным огнем и огнем из танков якобы прикрывать переправу, а на самом деле стали форсировать ее немного южнее, вниз по течению. Это там, где 15-й ПП на схеме, да? 15-й пехотный полк, 1-й, 3-й, 2-й роли. Да, да, 15-й, да, там 2 полка пехотных, у них 71-й и 15-й, вот этот 15-й он первым форсировал, и надо сказать, что из-за протяженности обороны 91-й стрелковой ее батальонов, там они были растянуты, и они не занимали именно пойму, потому что там смысла нет в этих кустах, там пойменном лесу окапываться там особо не окопаешься, соответственно более-менее какие-то ячейки там на аэрофотосъемке у меня есть, они просматриваются уже на выходе из пойма, соответственно там заболоченная местность, и нету секторов обстрела, и еще один момент, что почему им так легко удалось, вот стоит упомянуть, ролик есть такой на ютубе с камерой на Сталинград, там именно снято солдатами 29-й моторизованной, немцами, там есть вот момент, когда они летят эти 100 километров, проезжая мимо ошарашенных красноармейцев, которые стоят около повозок на обочине, то есть они вот этот передовой отряд, бросок к дону, и есть еще момент форсирования, там тоже на резиновых, на моторных лодках, они перетаскивают на небольших, там связанных паромчиков, перетаскивают там противотанковые пушки, сами переправляются относительно спокойно, там произошел еще такой момент, потому что один батальон этой дивизии, 91-й, он сам форсировал дон, с целью выбить немцев из Цемлянской, то есть вот станица Цемлянская, на схеме будет видно, ниже по течению немцы форсируют, еще ниже по течению форсируют наши, там, но десант был неудачный, они с одной стороны вышли, немцы тоже в документах отмечают, что русские там, мы тут переправляемся, русские там, наши вышли к венцовхозу Цемлянскому, там завязали бои, атаковали, достигли позиции артиллерии, но один батальон пришел немцев на подмогу, и ударом во фланг, они сначала отбросили их там к хутору, потом уже с помощью там танков, бронетранспортеров, нескольких штук, отогнали их к дону, и в общем они кто вплавь, кто как переправились, там командующий десантом, там майор, замкомандира полка, деревянка, он погиб, и таким образом была ослаблена оборона, плюс растянутость, и немцы занимают 21 числа, завязывают бои, и тут ну выходят в пойму, выходят к хуторам, там Лог, Богучар и Красный Яр, которые находятся на пойменном берегу, тут стоит отметить вот один из передовых отрядов, большинство их действовало в излучине Дона, 62-й армии, там они относительно успешно или безуспешно пытались остановить продвижение, замедляли действительно его, но когда вот это было выход немцев к Цемлянской, штаб Сталинградского фронта выбросил передовой отряд 500 человек, 500 человек, там в том числе саперы, стрелковый батальон, часть стрелкового батальона, с полковой артиллерии, с сорокопятками, и 20 Т-34 из 137-й бригады, батальон Т-34, командовал им майор Суховаров, он зам по автобронетанкам войскам был 64-й армии, его поставили, и вот этот отряд, он оказался именно 21-го числа утром в районе Красного Яра, и немцы отмечают появление Т-34, причем уже окопанных, которые там стали, видно, в какие-то позиции, вот это появление этого отряда вовремя, и соответственно форсирование подброска резервов, там один полк 138-й дивизии Людникова туда, сразу бросился на Красный Яр, буквально с вагонов сняли Краснодарское пулеметно-минометное училище, то есть частично, частично они поехали под Сталинград, туда бросили этих краснодарцев, и подошедший полк 157-й стрелковый, то есть вот этими резервами запечатали, то есть этот прорыв, немцам удалось занять эти хутора, но там постоянные контратаки, атаки, на это продолжались до 31-го числа, то есть этот плацдарм стоял, там даже год, иной раз просил, ну, они туда, им пришлось румын туда завести, вторую, вторую пехотную дивизию румын, чтобы уплотнить как-то порядки, немцы, соответственно, быстро навели мост, 21-го уже вечером, по-моему, они мост, и 22-го уже танки туда переправили, но вырваться на оперативный простор у них не получилось, и вот тут стоит отметить, что цемлянский плацдарм как-то более на слуху, известно, если читать про Сталинградскую битву, он ближе, конечно, был к Сталинграду, но ниже по течению третья танковая дивизия образовала также 21-го числа одновременно плацдарм Николаевской и там под рукой резервов не оказалось близко и им уже 23-го июля удалось занять плацдарм на реке Сал не то, что плацдарм а захватить мост там 8-тонный они его тут же укрепили до 16-ти тонн и таким образом уже к 23-му числа они были от Дона в 30-20 километров уже на юг в сторону Кавказа это вот протянули палец и там 51-я армия 56-я они стали собирать резервы чтобы как-то контратаковать но уже следом за 3-й туда была назначена переправа 23-й танковой дивизии ну и вот таким образом сложилась вот июльская ситуация на правом фланге Северокавказского фронта и именно к 23-му июля начались бои в полосе 62-й армии то есть вот эти дни пока шли бои на Цемлянском плацдармии и южнее сначала 6-я армия шла пешком у нее не было вообще подвижных соединений там шла 113-я пехотная за ней 100-я егерская они шли по степи от Богучара шли в сторону Сталинграда пешочком на лошадях есть фотографии такие обозы огромные как цыганские вот эти немцы ягеря пехота немецкая идет но соответственно появление передовых отрядов там конечно сразу появились у немцев пленные они стали понимать что в излучине строится оборона потом огромное количество пленных в районе Миллерово там вплоть до того что кто-то рассказывал интересный эпизод кто-то на допросе показал что воздушно-десантные корпуса едут под Сталинград это действительно было так но их переформировали в стрелковые дивизии 30-е начало 40-х номеров дивизий они были бывшие десантники с петлицами голубыми приехали именно под Сталинград ну то есть уже в то уже в июле в середине июля уже кто-то про это рассказывал то есть немцы начинают понимать Артем скажи пожалуйста правильно я понимаю что фактически удар по 62-й армии наносило пехотные подразделения то есть никаких как скажем подвижных частей у немцев в этом районе не было нет нет не совсем так с передовыми отрядами завязала бои пехота возможно там были какие-то батальоны штуков их пехоту поддерживали но понимая что оборона советских войск здесь будет там разведданные допросы пленных наверняка авиаразведка у них четко работала уже уже 20-го числа подчинение 6-й армии переходит 14-й танковый корпус и они буквально на ходу 21-й 4-й армии а из 1-й армии в 6-ю армию передают 14-й танковый корпус для наступления на Сталинград из 1-й танковой да из 4-й я точно не помню кому он подчинялся но он да шел там по телам 4-й танковый там вот эту карту покажем там целое месиво сейчас не вспомню кому он подчинялся ну или с 1-й танковый или с 4-й танковый по-моему даже по-моему из 4-й ну точно не вспомнил ладно и им 21-го его по-моему передают подчинение там значит 3-е 3-е моторизованное 60-е моторизованное там танковые батальоны там там где-то в районе 50 танков у них в наличии по документам тут же 16-ю танковую передают чуть больше сотни танков и сразу усиливают артиллерии там мортиры гаубицы крупные калибры идущую впереди 113-ю пехотную тоже подчиняют в этот корпус и они строятся буквально за день-два они строятся значит 3-е моторизованное вдоль берега рядом 60-е потом 113-е и 16-е танковые и вот так они подходят и 23-го таранят оборону 62-й армии генерала Калпакчи там такой момент взять оборону 192-й стрелковой полковника Захарченко оборона 40 километров между батальонами батальонными узлами сопротивления расстояние 5-7 километров в отчете написано эти промежутки оборонялись а точнее охранялись взводами автоматчиков то есть третья моторизованная заходит в станицу Клецкую сбивает нам этот заслон наш и выходит сразу в тыл 60-е таранит оборону одного батальона и выходит на командный пункт 472-й полк этой дивизии он значит танки уже к 23-му числа ведут бой в глубине обороны но перед этим появление вот этих моторизованных дивизий перед обороной за день за два тоже замечает советская авиаразведка докладывают там о сотне единиц техники по прямой там 30 километров и в этот момент резерв 62-й армии бросают в полосу обороны вот этой 192-й дивизии там была 184-я стрелковая танковый батальон и танковая бригада 40-я скорнякова танковая особенность вот 62-й армии у нее значит танковые батальоны в каждой дивизии были приданы 21-я Т-34 21-я Т-60 потом по одному иптапу сталинградскому символ сталинградской битвы можно считать пушку СВ 76 миллиметров сталинградские иптапы так формировались личный состав приходил на тракторный брал трактора тихоходные и потом на них переезжал к баррикадам к заводу там получал эти пушки которые там производились и вот эти иптапы таким образом заметив вот этот подход к 192-й к обороне туда бросают резерв 184-я в момент атаки немцев вот этих двух моторизованных она как раз выходит в тыл этой 192-й в тылах появляется там хутор верхняя бузиновка но с одной стороны ну то есть батальон раздавили полк там подавили 192-й и немцам мешает за один день вот еще сделать несколько километров к дону это вот резерв танковый но батальон атакует им хоть удается там одну танковую роту немцев загнать в овраг но там грамотная атака и контратака они в общем почти все танки сгорают за одну атаку остается 6 Т-60 там одна Т-34 батальона отходят чуть южнее к этой в сторону верхней бузиновки 40-я танковая более грамотно вот этого Скорнякова он потом войну закончил командующий бронетанковыми войсками одного из украинских фронтов они значит сразу не горят там теряют танки но пытаются отбиться и значит немцы остаются как бы ночевать после первого дня вот в полосе обороны этой дивизии а 184-я она фактически оказалась на марше в это же время оборону 33-й гвардейского твенка врубается 16-я танковая там ситуация похожая весь день идет бой туда подбрасывают два танковых батальона отдельных 650-й 651-й но им удается предотвратить вот сворачивание фланга то есть немцы прорвались к вечеру одна боевая группа прошла через оборону и вышла в степь на оперативный простор другие были отбиты или вели бой в полосе обороны и там такой совхоз есть копание и высоты вот там они пытались завернуть свернуть оборону этого 33-й гвардейской но там подошедшие резервы там еще оказалось краснодарское пехотное училище у Цемлянской краснодарское пулеметно-минометное а тут военно-пехотное училище краснодарский полк туда пришел в общем им усилили эти танковые батальоны не удалось свернуть но прорыв прорыв был осуществлен боевая группа прошла там они вероятно батальонные скорее всего такой Вицлебин был по-моему командир тоже мотоциклетного батальона 16-й танковый и танками с пехотой с артиллерией эта боевая группа осталась вот это первый день 23-го 24-го тоже оказывается под рукой резерв это 13-й танковый корпус который вышел западнее Калача буквально на днях и его бросают в бой 24-го чтобы запечатать прорыв у 33-й гвардейской там корпуса нащищены значит три бригады мотострелков почти нет в первый день им удается выйти и на второй день к 25-му числу то есть перерезать место прорыва в то же время одна боевая группа 16-й танковый прорывается на следующий день 24-го выходит в верхнюю Бузиновку и там грубо говоря соединяется с начавшими движения от Клецкого моторизованными дивизиями и вот эти все 192-я наша стрелковая ее командир там Бузиновке погибает 184-й штабы тоже эти немцы в верхней Бузиновке они их разгоняют и вот эти части дивизии остатки танкового батальона и танковая бригада остаются как бы отрезаны 13-й танковый корпус ему удается перекрыть перекрыть линии снабжения вот этой 16-й танковых боевых групп и к 25-му числу они продвигаются еще цель у них одна у них приказ был четкий выход прорыв обороны выход калачу захват мостов если захват не удастся планомерная подготовка к форсированию если удастся удар на Сталинград танками с прикрытием флангов пехоты вот у них там коротко и ясно у них был приказ вечером 24-го они уже передовые отряды опять у них кончается топливо частично они там сливают остатки передовые отряды бросаются в десятках километров в десяти там меньше километров от от мостов они останавливаются в ночь занимают оборону то есть действовали они дерзко наши как говорится так не умели не умели летом потому что я так понимаю вот этот страх окружения если встречали противника то старались его согласно приказам уничтожать немцы вообще без оглядки прорывались то есть у них кончается горючее им от перерезают линии снабжения они тут же запрашивают воздушную воздушную поддержку в плане доставки грузов и танкисты Таносчишина докладывали там о выброске десанта вот они 24-25 числа они видели парашюты сбросов контейнеров этим боевым группам и ситуация следующая складывается к 25 числу в Калаче находится первая танковая армия которая собирается должна была ударить во фланг идущей на Кавказ группировки ее формирование длилось всего два дня и вот там не сколоченные бригады три бригады танковых там мотострелковая бригада у них побольше было мотострелков но 28-й танковый корпус у него пока был один под рукой в этой танковой армии и в Калаче 24-го числа Василевский на совещании говорит что в общем надо наносим контрудар всю ответственность беру на себя докладываю Сталину что понимаю все последствия что подготовки нет ничего не сколочено но выхода нет но в принципе он абсолютно трезво оценил то есть немцев 10 километров от мостов если им удается захватить мосты соответственно это основные линии снабжения той же 62-й армии которая стояла от мест прорыва южнее 181-я 147-я дивизия 64-я армия да 64-я и вот 25-го числа немцы увидят уже подходящие танки этой первой танковой и у них они уже к середине дня они понимают что докладов о взятии мостов не будет потому что их начинают атаковать да разрозненно не сразу но начинают атаковать танковые бригады в то же время к 25-му числу 6-я танковая собирается нанести 6-я армия паулюса собирается нанести еще один удар это вдоль железной дороги сталинград лихая туда уже вышли части 64-й армии ей командовал чуйков в то время и оборону они построили так 229-я стрелковая от железной дороги потом 214-я стрелковая дивизия и 154-я морская бригада упиралась флангом в дом у Суворовской там 29-я дальше уже шла по восточному берегу и флангами они подходили к 51-й армии а почему они вдоль железной дороги там местность боя танк доступная ну они даже они чуть южнее начали наносить удары в 10 они вот как-то понимали что же вдоль железки может быть укрепление и они немного южнее там такой верхнесолоновский хутор на 10-20 километров они немного южнее этой железной дороги нацелились там опять же вот у немцев там да порядок они все грамотно воевали но такой интересный момент следом за 29-й шла 24-я танковая дивизия немцев она находилась в морозовской и когда вот эти завязались первые бои 62-й армии соответственно командование там группа армия б запросила себе еще еще танков чтобы нанести второй удар ниже и группа армия значит говорит Готу передайте соседям третью танковую то есть я не знаю то есть вот интересно они журнал боевых действий группа армия то ли они на карту на свою не смотрели и Гот им замечает а третья танковая на плацдарм уже там на сале сделала 23-го числа возьмите 24-ю она как раз Морозовская туда ближе по прямой ну они соглашаются передают в общем 24-ю и когда 25-го числа немцы уже 14-й танковый корпус с 28-м нашим корпусом родина полковника родина бился там у калача там такой липологовский хутор немцы там построили оборону их в итоге отбросили 25-го числа и там уже 14-й танковый корпус начал кричать давайте бейте южнее и выходите в тыл русским то есть если на карту посмотреть наносите удар южнее железной дороги форсируете чир и бьете русским ну то есть там сразу сразу победа победа обеспечена и действительно но и тут опять в излучине дона и в следующем стоит отметить опережение наших частей или на день или на полдня или на час или на какие-то минуты но немцы всегда чуть-чуть опережали так же получилось и с 229 которая встала от железной дороги и южнее полковника сажена во-первых часть тоже у нее ушла часть батальонов не у нее один батальон ушел в передовой отряд а остальные из 9 батальонов 3 было на марше то есть к 25 числу когда два полка 297 дивизии и один танковый батальон 24 танковый атаковали 25 числа у них то есть в обороне не было трех батальонов они находились на марше последняя оперсводка на вечер 24 там четко сказано что батальоны батальоны находятся на марше и свою полосу не занимают немцы значит бьют прорывают оборону но у них у 24 помимо это 14 танковый просит ударить в тыл помочь им пока они бьются там у калача ударить с юга но у 24 танковый тоже стоит задача выйти к дону и там у Нижнечерской был мост и выше по течению от разъезда там Рычковский был железнодорожный мост еще царской постройки железная ферма такой массивный мост железнодорожный то есть захват этих мостов плацдарм а там мол посмотрим сейчас прорываемся захватываем там может быть ударить на юг на помощь готу туда к Цемлянской или на Сталинград там у них такие рассуждения идут но прорыв обороны тут стоит отметить еще такой момент что когда вот этот упомянутый отряд Суховарова поехал к Цемлянской на западном берегу в тылу 64 армии была в резерве 66 морская бригада и танки оставшийся батальон там КВ и Т-60 137 Т-34 у них уехали к Цемлянской а этот батальон остался в резерве КВ и Т-60 и вот тут Гордов принимает решение ну такое странное довольно таки то есть по западному берегу на Цемлянскую ударить вот этими моряками и этим батальоном 137 дивизии то есть они должны выйти там местность во-первых там Цемлянские пески потом высокий высокий западный берег изрезанный оврагами балками они должны были пройти там километров 60 или 70 до этой Цемлянской и они действительно стали выполнять приказ но в этот момент атаковали оборону 29 их развернули они прибежали туда в качестве резерва но занять оборону там есть воспоминания моряки только начали окапываться уже показались танки бронетранспортеры немцев в общем с резервом не получилось танки тоже вернулись и там еще была вот эта 121 бригада которая начала в Морозовской в общем немцы ну закупорить прорыв никак не получилось потому что рухнула оборона 229 там частично батальоны побежали они вышли в общем на северный берег Чира там тоже образовалась дыра что интересно еще не было приказа ни шагу назад 27 июля 25 42 года происходили события вот это левофланговая дивизия морская бригада 214 Бирюкова и 154 Смирнова они так и остались стоять моряки упирались флангом в Дон то есть и вот там есть воспоминания документы мол звуки боя уходят на восток они туда бросают там небольшой заслон там рота автоматчиков какие-то противотанковые пушки и стоят связь вообще теряется со штабом 64 армии там тоже происходит но можно представить на каких нервах там все были но там появляется Гордов значит у Чуйкова в штабе по воспоминаниям начальника разведотдела армии Рыжова значит там в трубочку скрутились листья в саду где штаб располагался в общем обложил он там страшно Василия Ивановича тот скрипя зубами сказал в общем я ввожу в бой еще резерв был на восточном берегу 112 дивизию Сологуба Стрелковую я ее ввожу в бой значит немцы перейдут через мой труп и действительно он там собрал группу штабных офицеров и переправился на Дон и вводом в бой вот этот 112 удалось немцев сдержать хоть они и заняли плацдармы уже на Чиру там Чир течет с востока на запад и вот они заняли плацдармы но продвинуться и ударить вот этот как просил 14 танков в спину в спину 28 танкового корпуса нашему им в общем не удалось там а вот эти дивизии 214 и 154 они так и стояли связи нет они принимают решение идти к переправе Чирской выходят туда там уже стоит заслон 24 танковый их начинают обстреливать они ведут бой собираются там в районе такой небольшой местности хуторок он как дом отдыха называется на картах разбирают строение и начинают переправу через то есть это все как бы с потерями на них наседает 71 пехотная она самая ослабленная была и шла там с фланга 6 армии но все равно там они значит под обстрелом там тоже дрогнули это с 214 дивизии потом там вот о моряках хорошо там член военного совета армии отзывался мол они там более-менее положение восстановили чтобы их вообще там в упор не расстреливали когда они переправлялись в общем на высотах там они подрались и в итоге немцы зачистили южнее устья Чира этот берег 64 армии но с другой стороны им не удалось форсировать ну ну скрыть плацдармы на Чиру и ударить в спину у калача нашим то есть 62 62 армия оказалась так немного обжатой из севера с юга ну и соответственно там штабе Паулюса начали разрабатывать план об ее уничтожении а когда четвертую наши ввели в бой четвертую танковую танковую да четвертую танковую ввели где-то по-моему 28 июля но там тоже события развивались там у них в отчете вообще написано что ни командиры бригад ни командир корпуса не знали друг друга в лицо то есть тоже сформированные на коленке вообще без пехоты им там придали истребительную бригаду пушки но у них там своя задача была они в малоизлучине дона севернее там прикрывали направление и они тоже практически без пехоты если это Насчишин он довольно отважный мужик был он все время на поле боя присутствовал там есть воспоминания как он на Вилесе гонял рулил бригадами пытался их направлять организовывать бой то там Шамшин такой комкор 22 вот 4 танковый тоже был один корпус 22 3 танковых бригады малочисленные стрелки не сколоченные никто в лицо друг друга не знает но там если Танасчишину допустим удалось ну сейчас про него отдельно скажем в общем 22 корпус Билл разрозненно действительно на карту посмотреть она одна бригада на один хутор другая на другой третья на этот вот опять же тут можно четко вот это смотреть о страхе все-таки на какие-то глубину бить какие-то оперативные просторы потому что у них вот встретили противника вот уничтожаем его оборону а не ударить вот это вот еще не умели уже в Уране там тоже будет прослеживаться но там уже будут более вышестоящие командиры говорить типа не упирайтесь в этот хутор обходите его то есть дальше идущая цель она не надо останавливаться смотреть на фланги туда там занимайте круговую оборону но немцы это тоже отметят посмотрите русские это будет в Уране а сейчас пока они вот они три бригады бьют в лоб в этот хутор там сразу два командира два комбрига за день два погибли и немцы там в общем сотая пехотная и вот эти моторизованные или 16 танковые вот эти 16 14 танкового корпуса танки и сотая егерская там вот у нее батальон штук был 177 они им парировали эти все удары то есть бригады сгорели отошли там кто остался они заняли оборону стали ждать подхода стрелковых дивизий вот чтобы укрепить так ну и о 13 танковом корпусе то нащишина они значит тоже проблем полно было плохо обученные экипажи не сколоченные тоже сформированные за несколько дней и у него корпус конечно тоже сгорел довольно быстро но по крайней мере они наносили удары и препятствовали вот это не давали пройти коридор по снабжению боевых групп которые бились у калача там их встретили боевая группа 16 танковой вот этот известный 521 батальон истребителей танков у которых был вот этот упрямый эмили дикер макс эти вундер вафли немецкие и их в отчете и вот у Таносчишина и в частях первой танковой армии которая билась вот у Липологовского пыталась срубить этот клин била по нему у них вот в чем ужас был то вот эти новые мардеры у немцев длинноствольные тройки кумулятивные вот эти дикер макс и упрямый эмиль и в отчетах наших дивизий весь ужас в том что наши танкисты даже не понимали откуда по ним стреляли они то есть сгорали танки сгорали не успев понять кто по ним ведет огонь и там такие фразы в отчетах мол самоходная установка там или крупного калибра вот про дикер макс там отдельно отметили и упрямый эмиль или там просто мардеры самоходной установки искусственно замаскированной ведет огонь и меняет позицию то есть они подбивали наши танки танкисты не могли сообразить искали цели но но ничего не получалось и в итоге вот эта бойня у липологовского когда первая танковая постоянно атаковала там вылилось даже есть кадры лохеншау это немецкого там третья мотаризованная заявила за пару дней 131 наш танк и гитлер не поверил там из известной истории прислал своего адъютанта или кого там офицера они там облетели и так как это через эту липологовский там недалеко вот эти высоты трассы донских высот там очень много фотографий вот немцы фотографировали и потом когда уже заняли эту территорию там образовалось реально кладбище вот эти КВ 158 танковый тоже из-за отсутствия взаимодействия вот у Лебеденко комбрига есть отличные воспоминания как вот рота танков КВ просто пролетела через их расположение им дали приказ выйти к какому-то рубежу там они руками махали они вылетели за пригорок и их расстреляли вот судя по немецким документам это зенитки 8-8 там уже установили вот третье моторизованное они там сожгли эти КВ то есть в тяжелейших условиях с огромными потерями это все происходило еще стоит упомянуть о оставшихся 192 и 184 дивизиях которые южнее Клецкая осталось после прорыва вот этой моторизованных боевых групп там они заняли как бы круговую оборону стрелковые полки вот эти танки оставшиеся и к ним прибыл начальник оперативного отдела штаба 62 армии такой полковник Журавлев он значит там видно в штабе 62 думали что все там связи нет дошли сведения что штабы разогнаны наверное думали что все фланг вообще рухнул но Журавлев когда туда прилетел он уже ночью там прислал записку передал что значит там утром 25 мол тут иптап есть там стрелковые полки там ну потери стоят на месте в общем кольцо более-менее образовалось и такой вот интересный момент как вот немцы ну возможности у нас как говорится там бедная беднее намного была страна и возможности воздушного моста вот немцы тут же своим там 14-го танка тут же ему кидали боеприпасы но наши тоже стоит отметить это группе Журавлевы у них приказ значит держать эту местность и им организовывают воздушный мост значит там 25у2 вот 6 6 тонн там не приводится чего боеприпасов продовольствие они значит побрасывали посбрасывали ночью там они костры разложили посбрасывали это группа полковника Журавлева она воздействовала на пути снабжения вот этих моторизованных дивизий которые через них через них пробивались там и немцы соответственно следом за 14-м танком в излучину подходила пехота сначала 100-я егерская подошла и ей придали один пехотный полк 305-й пехотный и два батальона штурмовых орудий и они решили уничтожить вот этого группу Журавлева сначала там хорватский хорватский полк был 100-й егерской хорваты и два егерских полка они сначала с севера пытались выдавили там из долины реки Куртлак один день наших отбили у наши там контратаковали танками там хорватов немного погоняли и потом уже они решили с юга с двух сторон обошли группу Журавлева там 54-й егерский и в этот момент как раз когда они обошли через верхнюю бузиновку и должны были ударить с юга один полк с батальоном хорватов а два полка с севера и соответственно размазать наших там обороняющихся из группы Журавлева и в это время остатки 13-го танкового корпуса вышли к этой группе Журавлева они в принципе были в прямой видимости когда дрались в районе Мануэлена там теряли танки но опять подготовленную оборону немцев там не смогли сломать и остатками соединились группу Журавлева и вместе уже под ударом северной группы сотой егерской они стали объединились и стали прорываться на верхнюю бузиновку там значит егеря попали под танки они шли вдоль дороги для южного удара вышли значит вдоль дороги эти батальоны увидели советские танки там пушки с тягачами и пехоту попытались окапываться но в общем их там переехали у них в истории дивизии написано это черный день там в общем за один день 150 человек убитыми 300 ранеными и там пропавшие без вести тоже у них числятся в общем и вот группа Журавлева она в итоге прорвалась через верхнюю бузиновку там штаб корпуса испугался этого 14-го танкового там этот сотую егерскую потрепали но им опять же ставили задачу ударить в тыл 14-му танкового Липологовского но опять ничего не получилось потому что постарались уничтожить опорный пункт там в районе такого хутора Осиновского тоже там ходили в атаке и вот в итоге пошли в полосу обороны 4-й танковый и вышли туда в конце 30-го или 31-го июля таким образом и у 64-й армии немцы до 31-го июля тоже бои стали позиционными вот на Чару тут уже как бы в завершение можно сказать что вот эти тяжелейшие бои там советские потери из-за того что 62-я армия попадет в итоге попадет в итоге в котел документов маловато но допустим по танкам конечно потери страшные там в районе 600 машин потеряли 64-я и 62-я армии они немцы там заявили опять же вот эти проблемы там отсутствие эвакуационных средств там танкисты наши жалуются что танк просто подбили его можно отремонтировать он остается на поле боя но бой кончается и немцы просто целенаправленно его расстреливают и зажигают по немецким документам но там у них особенный учет конечно но без возврата они списали вот за конец июля 14 танковый корпус списал 65 танков конечно подбито было больше они там их и собирали из нескольких один вероятно из Германии дорого же вести было там они и у них технические службы мощные в общем они но по крайней мере без возврат 65 штук они списали в основном 16 танковые и вот застопорилось это движение значит подошли стрелковые дивизии наши еще первую танковую укрепили там 131 изначально участвовал там в атаках на Липо-Логовске подошла 399 дальневосточные подошли дивизии 4 танковой армии но к этому к 31 числу там уже и Сальск был занят и в сторону Минвод танки двигались группа армия и 31 числа Цемлянский плацдарм был вскрыт туда год завел еще поставил на этом плацдарме вторую пехотную дивизию румын их кстати хвалили во время наступления хотя Людникова полк контратакой там даже пленных человек 40 наверное взял когда они начали 31 наступать наши контратаковать но 29 танковым батальоном вскрыло довольно быстро плацдарм и тут им пришел приказ знаковый приказ о развороте на Сталинград то есть 6 армия 31 числа встала в излучине Дона им нужна была подготовка они начнут планомерно уничтожать там наши части сначала на 7 августа они наши до 7 августа продолжат контратаковать а немцы 7 августа только начнут уничтожение 62 армии и во многом сыграет тоже вот такой пример что Гота разворачивают на Сталинград 29 атакует в сторону Котельникова разворачивается им перебрасывают 14-ю танковую 2 немецкие пехотные 6-й румынский корпус там 4 пехотные дивизии это все разворачивается на Сталинград и этот удар соответственно из 2-й линии обороны снимают 204-ю стрелковую дивизию когда немцы выйдут то есть они часть сил оттягивают и соответственно ухудшают положение там буквально все взаимосвязано соответственно положение 64-й армии ухудшается и именно через эту местность в итоге немцы 24-я танковая с пехотой прорвется в итоге на окружении 62-й армии также резервы соответственно оттягиваются на эту 4-ю туда бросают 208-ю и 126-ю дальневосточную ставят на юг опять же в лихорадочном порядке но это как говорится уже другая история а почему немцы скажи мне почему немцы захватив весь скажем так восточный ну в смысле западный берег реки Дон который фактически вот излучно разворачивается на север почему они не пытались ударить на север ну там тоже сил не было там тоже не все там тоже стояло туда вышли части 38 вот это разбитые армии потом эти дивизии тоже малочисленные передали в 21-ю армию и там тоже берег довольно серьезно там тоже просто так бы не получилось ну и это все-таки огромный крюк у них и так видишь с бензином были проблемы у них была цель Сталинград пытаться так сказать просто там продолжить наступление то есть не просто обеспечивая себе пассивно фланг вот этот северный да а пытаться там что-то делать или они просто как говорится это не основное направление ну да это не основное направление уже буквально в августе вот когда там Дон фактически форсирует 16 августа в малоизлучины там выше вертячего там плацдармы немцы не смогут скрыть но там уже в августе это 21-я армия нанесет удар и будет вот эти знаковые плацдармы как говорится отбивать и успешно вот под Серафимовичем там они довольно большой плацдармы удержат то есть там тоже накапливались силы спасибо спасибо